добрый вечер дорогие друзья минутка еще осталось но я уже начну разминку я рад вас всех здесь приветствовать сегодняшний вебинар на удивление некоторым состоится меня удивительно дайте обратную связь во первых спасибо вячеслав как мне слышно нормально да кто троечку кто десяточку мне поставил но спасибо за добрые ответы все спасибо я даю так олег помогает запись поставил спасибо олег сошников сегодня мне ассистирует я вас благодарю олег благодарю чтобы не забыть в конце суть за суетой значит у нас семинары теперь редкие поэтому они должны быть более метки хотя и раньше они были не не значит на мой взгляд по крайней мере я по крайней мере старался и всегда делать ну как бы содержательными поэтому сегодня видите обозначение вебинара организация адресных проектов ответы на вопросы значит что касается организация адресных проектов я сейчас тогда сейчас быстро открою вторую страницу топ не то значит основные темы по адресным проектам для того чтобы наше сообщество инвесторов акционеров знала бы куда мы идем как мы идем значит потом там будет очень много не очень много но есть вопросы которые задавали они тоже будут так а вот первое вьетнам начнем по очереди значит вьетнамский проект развивается как проект его еще проекта нету идет подготовка вот подписанное соглашение идет обмен документами эти процессы очень непростые но они запущены там значит еще мы не определились с деталями проекта как уже министерство культуры и просвещения вьетнама поскольку объект площадка является я не помню уже говорила или нет это парк 54 национальный парк 54 50 по количеству провинции вьетнама где у каждой провинции своя культура история и так далее одежда там орудия труда и так далее так далее и поэтому создан такой парк он 2006 года запущен с 13 года он более-менее уже в таком состоянии что посещает народ но посещаемости там условия не совсем ну как бы достаточно и поэтому видится что этот проект тот кто бы является автором этого проекта он видит что проекта это рук глава компании государства компании по инвестициям в инновационные проекты вот что этот проект должен пойти и вот предполагается что там будет скажем так первый по пилотный проект что и как будет это еще предстоит выяснить и вот министерство культуры и просечения направил уже премьер-министру свое письмо что она абсолютно вот считает и готова поддержать этот проект насколько от него это будет зависеть но от этого пока не холодно не жарко это просто как один один фрагмент или как а какой-то ну скажем фрагмент из истории которая развивается во вьетнаме предстоит большая работа это факт сейчас отправлены туда партнером вопросы которые надо подготовить и если мы предполагали что мы в этом году будем там с франтишком соларом в декабре месяце то теперь это перенеслось еще ближе придется вылететь похоже что это будет 25 октября с 25 октября по 31 октября мы будем в ханое работать там там надо будет выступить и семинар конференцию организовывает университет транспорта и коммуникаций они попросили это сделать даже прямо заявку прислали профессора хочет еще там обсуждать и значит когда мы были в этот понедельник в минске анатолий дарвич дал задание кириллу бадулину по нашей просьбе чтобы он тоже участвовал этой конференции семинаре конференции в этом университете поскольку там уже накапливается достаточно много профессиональных вопросов поэтому нам нужно скажем так инженерно-техническая поддержка и от кб вот поэтому мы втроем там будем раньше x solar кирилл бадулин и я вот будете знать что там будет и второй основной вопрос это естественно подготовка к документации потому что документации много как это государственной компании с которым общаемся там надо все основательно как бы представить и так далее так далее вот и это будет второй основной вопрос который мы там будем заниматься и будем готовить уже серьезное подписание на декабрь месяц основных рабочих документов которые там нам нужны будут то есть это проект развивается так ну как бы не проект идет подготовка реального проекта во вьетнаме и это очень большое направление даже не буду сейчас там тут как бы сильно но распространяться по этому поводу что сбит сам бернардино проект идет значит динамично понедельник мы были как раз согласовывали технические и организационные вопросы этого проекта с кб и с генеральным конструктором председателем совета анатолий дарвичем юницким и с генеральным директором зао струнной технологии надежды осыревай надежды геннадьевны и рассматривает проект там выяснилось достаточно много интересных моментов пришли к выводу расчеты которые мы сделали предварительно экономические расчеты они показали и технические проработки которые как бы дело в течение нескольких недель привели к выводу который было принято решение со стороны генерального конструктора в рамках этого проекта разработать так называемый я его условно его может быть как-то иначе потом но мы для себя его назвали что-то горный вариант или горная версия юникара потому что выбран был изначально для расчета проекта юникар вид передвижного средства передвижения вот на подвесной трассе трасса 1054 метра угол уклона там 35 38 градусов достаточно сильный уклон вот и там было внесено достаточно много таких ну скажем принципиальных моментов вот и предстоит теперь принято решение проектом идти дальше в рамках проекта провести конструкторские работы и испытательные работы сертификационные работы прямо уже на трассе то есть вы видите значит вернее я вижу и рекомендую всем другим видеть что каждый реальный проект будет приносить дополнительные необходимости разработки и какие-то сертификации это какой-то ну не совсем традиционный потому что нам горный вариант нужен и стояла так достаточно но скажем 15 минут мы там сильно дискутировали вот идти не идти с этим проектом потому что это новый проект и было принято решение да давайте пойдем с этим проектом действительно дальше вот и примем его в работу так что работа продолжается предстоит сейчас подготовка предпроектной документации то есть бизнес-плана обоснования подготовка значит предложение по размещению то есть финансирование будет по всей вероятности сегодня то что она будет размещение токенов значит это точно но скорее всего будет и акционирование этого проекта потому что проект то что о чем я сейчас говорю это только первая стадия или первая фаза комплексного проекта потому что все станции а там станция а это внизу и станция б наверху склона вот этого которого они являются обе проходными то есть проездными причем одна будет на двух уровнях нижняя станция хотя мы первым первично их несколько иначе видели генеральный конструкцию четко сразу указал друзья вы тут промахнулись надо делать промежуточный то есть проходные горизонтально и значит поперечный проход потому что надо предусматривать на перспективу и верхние то есть очень много интересных моментов возникло это все прорабатывается проект идет дальше в течение значит до конца месяца будет разработан график и так далее так далее и наша кб зао струнных технологий получит заказ на вот проектирование вот этого как только мы разберемся с финансированием получит заказ на проектирование нового вида транспорта и это в рамках всей генеральной или основной технологии skyway друзья то есть мы получаем еще дополнительно новый продукт более широкая возможность использования этих трасс теперь комментарии по комментарии по значит различным там вопросом сейчас я посмотрю что там у нас было какая официальная информация татьяна сибирь а как же там быть без него анатолий так она разве не в татьяна почему она вынесите за комментариями анатолий дарыч вернулся в попу сейчас скажу 5 четверг прошлой неделе вот пятницу готовился и понедельник мы вот с утра там с утра в первый полный дня встретились хрипит то крепит у меня крепит что но и все тут крепит так чуть-чуть тише микрофон крепит а сейчас его чуть-чуть снизу как сейчас слышно дать обратную связь ольга батакка артур на на один крестик или на несколько крестиков но слышно нет вам ладно так она даже если разве не вар так он еще и сплошный сибирь да правильно ок молдова это официальная информация мы можем об этом говорить на презентациях о чем светлана говорить на презентациях так непонятно это она о чем вы пишете какой значит поясните здесь если вы хотите получить ответ светлана так елена пожалуйста обучение пакеты обучающие будут будут потом это официальная информация но задайте вопрос о чем официальная информация все что я говорю относительно проект это официально как один из инициаторов проекта скажем сейчас ведущий абсолютно официальным вам говорю так значит сейчас одну минуточку посмотрю понятно значит были еще там вопросы комментарии возник вопрос там у вас в чате я его готов сейчас прокомментировать прежде чем опереду тому какие вопросы не задавали вы знаете меня за дело такая как за дело в хорошем ну в принципе в активизировала мой поток скажем так высказывание и размышлений вопросы я их разбил там я не буду называть кто там это говорил и писал в озерах разломали в литве оболгали обокрали сколько проектов россии в минске ульяновске и так далее уже сертифицирован танцев без результата друзья это пишет человек который ну или не прислушивается или же значит он как-то негативно настроен значит комментариев у него свое мнение нет а комментариев он не слушать я неоднократно это говорил теперь я очень рекомендую послушать этому человеку послушать выступление анатолия двордача на мега фесте если лень слушать выступление прочитайте пожалуйста тезисы ведь очень четко сказано в озерах это вообще не наш проект мыс в озерах когда происходил проект если вы не знаете я вам расскажу что это началось 2000 2001 год закончилась 2010 или 2010 и там пара 11 извиняюсь значит это максимум все какие-то действия там происходили это абсолютно иная среда была да это связано с технологией до этого еще были действия 40 лет идет проект так что ж теперь вы что думаете просто так если бы где-то что-то сработало то нормальным единственный проект начал нормально работать как только мы начали с 2014 года его нарабатывать его значит финансирование и правильно построили схему его финансирования ну с определенными допусками поэтому что-то обокрали в каждом проекте большинстве проектов так происходит к сожалению когда люди юницкий что он большой специалист что ли по инвестиционным проектом нет он гениальный специалист потому что он делает в остальном и он очень сильно полагался и полагается на людей и отсюда появляется то что есть поэтому что всякий инновационный проект когда он ну начинает своим существом подрывать сложившиеся уклады он естественно рывается вот на то о чем здесь пишется причем тут минск причем тут россия значит ульяновск и так далее по сертифицирован транспорту транспорт сертифицирован но вопрос-то в том что проектов нету которые могли бы работать до подмосковье готовится и этот проект не то чтобы мы сейчас пошли ударили лопатой об землю начали строить дорогие друзья подготовка проекта это тяжкий труд никем не оплаченный труд понимаете его надо еще подготовить поэтому ждать тут так вау-вау и это не еще раз вам говорю что это человек за этот вопрос который привык скорее всего вы мне извините что я так говорю кто задавал эти вопросы спасибо что вы их задали или высказали свое мнение это хорошо значит это из серии как сегодня вот я сейчас нахожусь в тбилиси я вас отсюда приветствую во первых значит на занятии и здесь высвыкала человек выступил а что ему говорят тушь и дорогой друг ты размышлениями и технологиями оперируешь шестидесятых годов прошлого века тысяча девятьсот шестьдесят второго третьего пятого десятого года вот поэтому это тоже вау-вау это извините когда мы продаем я не знаю там гербалайф там или еще что-то мы начинаем начали сертификацию и это не вау-вау здесь не надо ждать таких эффектов хотя бы хотелось бы где можно было чтобы мы это это надо искать здесь и находить суть которую можно подать на ура понимаете австрия индия или австралия скорее всего австралия имелось ввиду индии и другие вроде бы на ура и опять давайте посмотрим от кого зависит на ура и почему это вот мы были сейчас минске и юницкий еще раз об этом сказал говорит дело в том что проект многогранный мы положились потому что опыта внедрения нету положились на то что до министр встретил да с ним вместе там кушали да с ним рассуждали политические силы переменились и все на политические партии нельзя ставить скажем так на на этапе заката одной перед выборной предвыборным период сменится политика другие политики сыграли на том что изгадили скажем эту технологию прессе на этом вылезли вперед и все и это как в том анекдоте что я в белом фраке все остальные мы знаем чем после выстрела в котел с дерьмом понимаете так что и здесь так бывает к сожалению и это надо учитывать что там как и поэтому значит вот это ответ на то что все естественно с индонезии как-то туманно туманно начали туманно есть кто вел проект по идее по индонезии мы знаем кто тот кто уже ушел из проекта понимаете значит были какие то моменты значит в индонезии точно также кому то наступают на ногу я не буду говорить в какой стране значит отдали сейчас буду вынужден нет я обойдусь без конкретных значит институту значит университету университету очень большое государство университету дали ну скажем так на получение один фонд международный дал на получение ихнего как бы государственного учреждения заключение по технологии скайвей получает да говорят что о да ну она же еще такая она несостоятельна ее нигде нету то что они там делают это у них такое местечковое дело что выясняется нам приходит комментарий значит ректора не ректора а вице ректора который ну скажем так является международным экспертом он говорит что дорогие друзья посмотрите кто подписал этот это заключение начинаем смотреть этот человек сам находится значит в акционерах компании которая пытается в этом государстве строить высокоскоростную трассу типа значит сапсан все сразу становится ясно кому на ногу наступили почему мы плохие понимаете но тем не менее умные люди там говорят давайте и предлагают вариант как с этим делать точно так же иски с индии точно так же с индонезии скрипту уже год как обещают учебу никто не обещает никакой учебы дорогие друзья обещали до того момента когда пока головная компания не приняла решения прекратить вообще этот процесс сейчас как бы ну открытый процесс уже были одни планы изменилась стратегия компания решила что сейчас первичном или примарным является не какие-то там крипто криптовые валютные операции а обезопасивание скажем безопасность самой технологии и поэтому криптование как технологии применение технологии блокчейн она направлена в первую очередь на создание платформы на которой будет работать автоматизированная система управления skyway транспортом и как база то о чем говорилось это будет база для финансирования потом через эту платформу чтобы не платить чужим платформ всех размещений по адресным проектам до тех пор пока она не сделана значит идет так называемое но в частное или ну по каждому проекту отдельно размещение там где-то посчитает проект посчитает то же самое будет и по сан-бернардино по и по другим проектам поэтому надо учитывать учитывать и крипта дорогие друзья вот вопрос значит с криптой значит учебу какая учеба каждый должен это не наша задача учить вас крипте понимаете только в связи с тем как только возникнет необходимость обучение будет но уже обучение несколько на ином уровне и об этом мы говорили если хотите посмотрите послушайте я не буду сейчас повторяться послушайте прошлые вебинары об каком обратном выкупе можно говорить об каком о таком о котором Анатолий Дарвич сказал месяц еще не закончился дорогие друзья идет подготовка как только будет юристами сказано окей вы об этом обо всем услышите но этот процесс идет подготовки причем скажем так вот мне сегодня здесь задавали грузины грузинские наши инвесторы задавали вопрос что Владимир Владимирович скажите а вот когда значит обещали там биржу внутреннюю конечно обещали да говорили но не говорили что обязательно будет по крайней мере я это не говорил но я говорил так что рационально сделать внутреннюю биржу вот для этого должны быть такие 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 предпосылки вот но это не цель значит и поэтому абсолютно мудро Анатолий Дарвич Юницкий решил что да можно начинать шаг за шагом выкуп акций тем от тех у кому это дело приспичило понимаете иначе вот как предприниматель например если бы меня интересовала не столько технология сколько бизнес так то я бы сейчас очень мощно мог бы мог бы понимаете на этом можно было бы очень крепко заработать а зачем это делать и Юницкий видит как я это дело понимаю видит только необходимость в обратном выкупе в том чтобы люди которые проинвестировали тринадцатом четырнадцатом годах в первую очередь да когда ну совсем ну вы знаете там не нулевого километра не экотехнопарка еще не пахло были только идеи его естественно проинвестировали вложились и может быть желают сколько то значит или все отдать продать обратно вернуть и получить какой то причем уже есть выгода понимаете если я просто повторю а у нас на чате были расчеты расчеты показывают что за этот период уже прошел мощный рост или скажем так называемая капитализация этого проекта понимаете если вы посмотрите какова была себестоимость одного доллара инвестиции в 2013 году в 2014 начале и какова она сейчас на двенадцатом этапе то там рост в тысячи процентов в тысячу процентов друзья даже более о чем это говорит это говорит о том что если я проинвестировал скажем так один доллар в там получил сколько ну там я не знаю сколько там получил акций то теперь я вернуть могу на этот доллар могу вернуть тысячу долларов вот и все условно говоря ну грубо хотя там расчеты совсем другие интересные расчеты но это в первую очередь говорят о том что о больших суммах можно говорить при больших пакетах акций вот и все отсюда и стратегия о которой я все время говорю беспокойтесь не о том значит как где-то быстро перехватить а беспокойтесь о том как правильно свою стратегию создания своего портфеля инвестиционного делать и тогда будет и что продать и с чего потом получать дивиденды значит сколько было бы так сколько было озвучено миллионером не знаю где так они миллионеров которые проектируют вида инвестируют да была озвучена они были есть такие инвестиций у них нельзя громко What seven которые финансовые регуляторы не пропустили деньги сюда до сих пор до м Они просто прервались. 5 миллионов, мы их ждем до сих пор. Причем в путь был отправлен миллион, и тот, кто отправил этот фонд, до сих пор не может его себе вернуть обратно. Кстати, тем не менее процесс идет. Так, сколько? Но их миллионеры почему-то в компании не поступили. Так, ну ясно. Так, я не сбрасываю со счетов положительно. Да, молодцы, не надо сбрасывать. Но объясните реальное состояние дел. Вот я сейчас вам прокомментировал. И реальные дела мы, каждый, кто как выступает, мы комментируем. Еще раз о реальном положении дел прошу, посмотрите видеозапись с выступлением Анатолия Даровича Иницкого. Более реально ничего не скажет. Мы только комментируем, я в том числе, реальный процесс, который происходит. Мы сегодня здесь, например, каждый прорабатывал в рамках учебы. Конференция будет в субботу. А в рамках вот два дня мы учимся. Вот мы прорабатывали сегодня стратегию тактики, тактику компании, вот фонд, всемирный фонд «Экопланета», который мы создали, и, значит, компании «Скайвей Кэпитал». Центра адресных проектов. Понятно, да? Так, я посмотрю, что здесь, какие сейчас вопросы. Вопросов уже много. Опа, так, есть Олег мне. Так, Владимир, два вопроса. Будет ли адресный проект в Объединенных Арабских Эмиратах реализовываться только силами своих специалистов, или будут привлекаться и местные рабочие? Значит, вопрос хороший. Вы понимаете, значит, тут три аспекта. Адресные проекты, во-первых, в Объединенных Арабских Эмиратах нет еще адресных проектов. Пункт раз. Теперь, если будет, или когда будет, вернее, тогда будет, естественно, значит, ну, там будут смотреть, сколько можно привлекать проектировщики, будет, естественно, ЗАО «Струнной технологии». Тут нечего даже, тут бабки не ходят, как говорят в народе, да? Вот, а что касается металла, конструкции и прочих, будут смотреть там, где компетенция. Компетенции достаточно, где есть лицензии, где есть сертификаты для выполнения сертифицированных работ, в особенности это сварочные, потом, значит, разные проверочные работы, потому что там надо достаточно много проверок проходить, швов и так далее. Там очень большое. Поэтому реализоваться только силами нет. Такого нет. Это комбинировано будет. В чем международно смотреть будет, где там в ближайшей стране, может быть, туда даже будет выгоднее что-то поставлять, какие-то конструкции. Вы же знаете, что, например, вот это здание Парус, он был в каких-то деталях изготовлен на судоверфи Финляндии и потом паромом, специальным паромом доставлен в Объединенные Арабские Майраты, там монтирован здание. Значит, поэтому все будет рассчитывать, смотреться, причем знать мы об этом не будем, мы будем знать только по факту. И заранее никто этого выкладывать не будет, забудьте про это. Это бизнес, дорогие друзья. Потому что как только объявят, кто будет делать, где что будет делать, поверьте нам, у нас будет много доброходов, которые все это дело похерят в корне. Извините за грубость. Хватит ли производственных мощностей для реализации одновременно нескольких адресных проектах или есть планы на аутсорфинг? Конечно, есть, естественно, по производству. Я же все время вам говорю, мы-то, Capital, почему сейчас и свое время, дополнительное время и время, которое есть, мы сейчас создаем фонд. Ведь мы, будет вам предложено в ближайшее время поучаствовать тоже как учредителями или вернее как членами этого всемирного фонда, да, который и будет. Мы будем сейчас заниматься всем нашим сообществом тем, что вот из этих инвестиций, которые мы, мы их направляем сейчас в сертификацию, завершение этой технологии, завершение вот этих всех видов сертификации, всех видов транспорта. У нас практически предстоит сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах сертифицировать высокоскоротной транспорт. Что будет дальше, мы услышим, узнаем. Вот, поэтому там пока адресных проектов нет. Повторяю, пока нет. Но готовятся. Вот, и поэтому, хватит ли мы... Да, конечно, будем ассорсинг делать. На те работы, которые нужны. Но что мы будем, естественно, делать сами? Это автоматика, наладочные работы, первые наладочные работы будет делать головная компания, ну, не головная, а заостронные технологии и так далее. И дальше это дело будет развиваться по мере необходимости. И останется, и, значит, транспортные средства тоже сейчас пока будет делать головная компания в рамках производства. Производство сейчас расширяется. Те, кто внимательно следят, уже знают, было даже показано площадка, на которой идет сейчас строительство, рядом с тем производственным комплексом, который у нас есть на окраине Минска. Вот, и, как уже говорилось, я еще раз получил подтверждение, что в течение конца этого года производство будет на стадии, что если будет или когда будет заказ, то в течение года мы смогут выпустить 10 тысяч транспортных средств. 10 тысяч транспортных средств. Но для этого нужен, значит, поэтапный ввод, и такова цель стоит. Если сегодня закажут, то сегодня мы не подпишем это, скажем, или, вернее, можно подписать, на мой взгляд, да, но тогда будет просто срок через год, потому что нам надо все это дело подтянуть. Поэтому длинно отвечаю, хватит ли производства мощные для реализации? Нет, не хватит. Естественно, и, извините, когда этих проектов уже будет очень много, то тогда будут сделаны все инженерно-технические, значит, обеспечивающие структуры, которые это позволят делать. Вплоть до того, что мы начнем, не мы, а комплексно начнутся сертификация производственников в регионах, где будут развиваться более активно адресные проекты, потому что там есть свои допуски поставки металлоконструкций, там различных работ, строительных работ, строительные компании, которые... Вот сейчас, когда мы говорили о Сан-Бернардине, Юнинский прямо задал вопрос, а кто строить будет? Ищем, есть два партнера, между которыми сейчас будем выбирать, когда мы дойдем до строительства. Там небольшие объемы, но нам нужен партнер, с которым мы научимся работать в европейских условиях, которые требуют строительные законы, допуски и так далее, именно вот в Швейцарии, например, и в горных условиях. Понятно, да? Вот. Дальше что-то у нас еще возникло. Так, Светлана Шарбовна. Владимир, можно дать официальный ответ на половину по поводу предварительных заказов, о которых пишется на сайте RSV Assistance и других официальных сайтах? Есть предварительный закон на определенную сумму. Наша задача довести проект до 15 правильно. Далее ожидается получение сертификации, дальше можно в проекты. Их и сейчас можно реализовывать, Светлана. Не далее, так? Проект в направлении АП. Вопрос, почему наши партнеры должны заниматься внедрением, когда есть подписанные предварительные соглашения на Баснастан? Ага. Светлана, вы же не наивная девочка или девушка, или женщина, да? Значит, что такое подписанное предварительное соглашение? Вы же понимаете, что соглашение есть, но до тех пор, пока деньги не оплачены, а санкции обозначены там, возникает просто вопрос, начинать ли заниматься реализацией более реальных проектов, или же тягомотиной с тем, кто с другой стороны подписывал это соглашение и с него что-то требует. Это от одного до пяти лет судебных разбирательств. На одних адвокатов больше уйдет денег, чем нам нужно на сертификацию, понимаете, да? Поэтому не надо иллюзий строить. То, что мы инвесторам говорили, значит, что есть предварительные. Да, есть. Они сейчас есть. Но они уже недействительны, потому что другая сторона не оказалась платежеспособной. В той же самой Индии, будем говорить конкретно, почему она оказалась? Он даже сказал, потому что политические передернули, политика сменилась, к власти пришли другие силы, они встали на голову тем, кто старались и стремились ввести эту технологию, и сказали, что это все там разгильдяи, не верьте в эту технологию, ее нигде нету, это тут хотели вас всех обмануть, все, забудьте про это. Поэтому какое финансирование? Да, было предварительное финансирование, все, на этом дело закончилось пока. Понимаете? Это же не значит, что все закончилось. Поэтому предварительные проекты до тех пор, пока они не вошли в работу, они являются предварительным соглашением. Понятно, да? Если кого-то там конкретно интересует, не надо в этом копаться. Значит, от этого мы дальше сошников. А по какой цене будет обратный выкуп? Ну, Олег, вы меня, значит, при всем, при моем уважении к вам, значит, вы задаете опять, ну, как Тамария Петровна, значит, извините, а почем билет в трамваи? Да посчитайте, почем. Вы же сами считали где-то там начатие. Почем это будет? Ниже или по, или чуть-чуть ниже того дисконта, который на конкретном этапе, когда начнется выкуп. Если начнется сейчас на 12 этапе, то смотрите, средний дисконт, средний. Не дисконт, где-то 50-60. Вот и все. Вот и считайте. Каков будет выкуп? Если по нулю, если компания, организовывающая, то есть это Global Transport Investment или какая-то созданная для этого специально компания будет делать, если она не захочет, то она должна окупить какие-то, значит, чуть-чуть где-то там меньше по центу, по не по центу, ну, по какому-то, какая-то небольшая доля на, значит, на оплату тех затрат, которые этот процесс, как бы, это не бизнес. Поэтому здесь не будет никаких больших разнений. Те, которые не верят. Так, да, правильно, Геннадий, согласен. Согласен, согласен с вами. С одного доллара 1000% сто долларов. Да, да, правильно, с одного доллара. Это с одного доллара. Правильно. С одного доллара. С одного доллара 100 долларов. Нет, неправильно. С одного цента. Сто долларов. С одного цента. Мы о разных вещах с вами, Александр Приднестровья, говорим. Вы говорите об одном долларе акций, я говорю об одном долларе инвестированном. Подумайте. Значит, посчитайте, я не буду сейчас сильно разговорствовать. В криптоплатформа будет или дорожная карта для нее и когда? Узнайте когда. Это нас сейчас не касается, это не наш бизнес. Забудьте про это. Пока. Об этом же сказано Грузии. Александр, ЛК появилась РЦГ фонд. Не вступление, а стать акционером этого фонда 10 тысяч минимальный, которых у меня нет. Ну и нет, и нет, ничего страшного. Какое я к нему буду иметь? Да никакого отношения, пока вы туда не проинвестируете. Это что-то типа того же самого возможности проведения легальных. Весь плюс этого фонда, то что он имеет лицензию легального приема денег и продажи своих акций. Вот и все. Светлана Шаромова, Владимир, когда надо убрать эту информацию? Какую тогда? Какую информацию убрать? И с официальности читать до конца мое обращение выше. Это вопрос моих клиентов. Ну, значит, я дочитал его до конца, уважаемая Светлана. Значит, когда есть подписанное предварительное соглашение на обоснословные суммы. Это реальный вопрос. Это, ну извините меня, это об этом было сказано. Зачем убирать? Вот Анатолий Дурович прав. Зачем вычеркивать и перечеркивать то, что было в бизнес-плане, ровно так, как это есть наша реальная история. Теперь, что получится? Вот представьте себе, что мы оттуда убрали. Скажут, ребята, вы там вот это самое, а теперь почему вы убрали? Значит, вы где-то там промочились. Да, проект пошел так, как пошел. Поэтому пускай есть, в истории есть все реальные факты. И не надо их оттуда вымарывать или куда-то убирать. Зачем? Это было. И кого-то реально интересует, мы об этом говорим. Так, дальше. Что там еще у нас дальше есть? Так, снова, значит, Габриэла. А дисконт 600 подарок, когда можно будет... Обратно выкупить. Не понял. Значит, дисконт 600... Вы имеете, Габриэла, вопрос, что проинвестировано, неважно, там, 600 или 700 или 100. Значит, это есть инвестиции и в ее счет получены или в залог получены определенные акции. Значит, вот. Когда их можно будет продать или вернуть? Когда дойдет до 2018 года. Впереди 2013. Если дойдет, понимаете? И ведь это не цель, не ради этого фонд создавался, чтобы начинать что-то там принимать. Не волнуйтесь, у вас еще 33 возможности появятся даже до конца, скорее всего, до конца, если не произойдет здесь что-то такого особенного сейчас, да? Что тоже вполне реально. Могут очень быстро, значит, закрыться и 13-й, и 14-й этапы. 15-й, я думаю, не быстро закроется. Потому что надо строить реально, значит, высокоскоростную трассу. Там не строить уже в сложившемся эко-технопарке в Минске, а строить на абсолютно новой площадке. Послушайте комментарии Анатолия Дарчиницкого. Правильно. Так и я про то, какая история. Какая есть. Нет продолжения. Продолжение есть. Эта инвестиция дальше не пошла. Вот и все, Светлана. Не пошла дальше. Поймите. Услышите меня, о чем я говорю. Ожидается смена этапа. Сегодня мне этот вопрос, сегодня здесь в Тбилиси тоже. Когда смена этапа? Тогда, когда инвестирование по 12-му этапу закончится. И когда будет подготовлено все. Не волнуйтесь, я думаю, что скоро услышите об этом. За две недели для смены вы точно услышите. Я не уполномочен об этом говорить. Будьте внимательны, услышите. Ясно. Отлично, Светлана. Я рад, что вам стало все ясно. Планирование нужно редактировать сразу. Нет. РСКОМ, как это УА. Планирование нужно редактировать сразу после первого сделанного шага. Не надо ничего. Это советское время было, когда редактировали для того, чтобы все красиво выглядело. Это реальность. Редактировать ничего не надо. Планирование. Но действие надо осуществлять, реально отталкиваясь от реальной ситуации. Понимаете? Вот в чем разница. Так. Вячеслав Каулия, ИКБ. Владимир, я начал инвестировать в 2014 году. И сейчас у меня дисконт 600. Ну и что? Смогу ли я отправить свои доли на обратный выкуп? Одновременно продолжим. Да бога ради. Сколько вы хотите. Если вы же, скажем так, там будут свои условия. Не буду сейчас, это мои выдумки будут, если я начну что-то. Естественно, все зависит от того, сколько там в 2014 году вы проинвестировали. Вот там будет свой процент, возможный процент, как я думаю, будет возможный процент, сколько от этого можно вернуть. Вот и все. Если вы хорошо проинвестировали, то и процент, абсолютная сумма будет хорошая. Если вы проинвестировали, извините, 100 долларов, но от 100 долларов, или ладно, от 1000 долларов, 10% это 100 долларов, да? От 1000, правильно, да, 100 долларов, а от миллиона это 100 тысяч. Вот, есть разница. Так, здесь закончили. Пошли дальше, время заканчивается скоро. Следующие, дорогие друзья, значит, вопросов много, это вас не интересует пока. Сколько должно быть, это то, что вот сейчас вот эти черные вопросы, это то, что пришло, вопросы, значит, по каналу, по форме, которую там можно было мне задать вопрос. Скоро должно быть построено АП, чтобы начать получать дивиденды. Посмотрите вебинары, я сегодня не буду об этом говорить, значит, но могу просто вам цифры сказать на память, я могу чуть-чуть ошибиться, уж не обессудьте. Значит, должно быть построено столько, чтобы были, прибыль была бы позволила нам, значит, выплачивать дивиденды. Смотрите, у нас 133 миллиарда акций, значит, я когда-то приводил пример, насколько мне память позволяет это восстановить, на вариант, что у нас продано, или скажем так, в оборот, выдано, как залоговые 60 миллиардов. Теперь, значит, смотрите, чтобы на один цент, на одну акцию выплатить, да, от 60 миллиардов, нам надо было иметь прибыли, прибыли, значит, столько, чтобы, это 3 миллиарда прибыли. От 3 миллиардов 20 процентов, это, значит, 3 миллиарда 300, это, чтобы получить 600 миллионов, этот надо было 3 миллиарда получить прибыль. 600 миллионов, это 20 процентов. Теперь, предположим, что 20 процентов, и всего у нас этих акций 60 миллиардов, да, то на каждую акцию, чтобы выплатить по одному центу, это надо 600 миллионов. Вот 600 миллионов, вот сколько надо адресных проектов. Но для того, чтобы получить 600 миллионов, или вероятно, 3 миллиарда прибыли компании, да, нужно, как минимум, осуществить на 30 миллиардов, на 30 миллиардов заказов. При, ну, как бы, прибыльности каждого, расчетной прибыльности каждого проекта 10 процентов. Тогда мы можем сказать, что планируется получить прибыли 3 миллиарда. Получив прибыль 3 миллиарда, мы знаем, что из 3 миллиардов 20 процентов в первую очередь уйдет на, это еще будет доход, оттуда еще выйдут определенные расходы. Но, скажем так, что там все остальные расходы были нулевые. И это значит, что у нас получили 3 миллиарда, теперь от 3 миллиардов надо в первую очередь 20 процентов отдать на владельца привилегированных акций. А это Евразин, Релсковый Системс Холдинг и Холдинг 2. Но, предположим, что Холдинга 2 пока не было, есть 60 только миллиардов, это то, что был Холдинг 1 или Холдинг обычный, да, Евразин, Релсковый Системс Холдинг. И тогда надо 600 миллионов нам получить, это 20 процентов от 3 миллиардов. Нам выделили, и мы тогда, или Евразин, Релсковый Системс Холдинг, получив 600 миллионов, раздает каждому на одну акцию по одному центру. Вот вы считаете, сколько вы получите дивидендов. Это уже мы настолько ушли вперед, что сейчас у нас две компании, и практически надо рассматривать, что если это 133 миллиарда, то нам надо получить миллиард 333 миллиона, чтобы по одному центу выплатить на каждую акцию. Вот и все. Понятно, да? Я надеюсь. Сколько будет, будут описаны стадии создания блокчейн-платформы с COVID? Будут ли применяться BIM-технологии в строительстве ЭТП объединенных городов? Спросите у арабов, и у главной компании. Я не уполномочен об этих технологиях говорить. Вот, блокчейн-платформу я уже комментировал, не буду здесь повторяться. Вообще так, долго нет новостей по объединенных ОАЕ. Если известно, что там 1 октября что-то произошло, что с адресным проектом в Швейцарии. В Швейцарии рассказал, когда стройка начнется, когда проект закончится. Реально, что может быть в следующем году мы сможем получить все разрешительные документы. Это вполне реально, мы там на месте разбирались. Что касается Швейцарии. В Таллине тоже это достаточно, но там больше вопросов. И мы когда обсуждали в Таллине в центре адресных, ну, группа сейчас, какой там центр? Это там группа аутсорсингом участвующих специалистов. Ну, и мы тут исправление, значит, обсуждали. То достаточно реально и в Риге начинать проект. Так что я думаю, что в следующем году вы много чего услышите по этому поводу. Почему так долго идет 12 этап? Ну, идет. Потому что недостаточные инвестиции получили. Ведь долгота, вот опять-таки, от чего зависит. Не от того, как захотелось в Веницком, или мне, или еще кому-то, или вам. Долгота, ну, как бы длина этапа зависит от того, что на 12 этапе нужно инвестиции 25 миллионов. Значит, 25 миллионов недополучены. Вот и все. Хотя там немножко иначе, но примерно это так, если вот так грубо сказать. Уж полгода прошло, когда переход на 13 этап. Ну, прошло полгода, значит, май, июнь, июль, август, сентябрь. Да, 5 месяцев прошло пока. Идет 6 месяц. Будет переход, гарантирую вам, точно будет. Но вот на 13 или на 14 вы услышите. Может, ничего не могу здесь сказать. Как часто проводить вебинары, в какой форме? Ну, вот я не совсем понял этот, скорее всего, будете или будут проводить вебинары. Значит, мы еще с Алексеем Сукадоевым вот говорили вчера, что предложение, которое у нас там на чате прошло, что проводить каждую неделю по семинару, по вебинару, извиняюсь, мы так и будем делать, что эту неделю проводил я, на следующей неделе будет Алексея, потом опять я, потом опять Алексей. Если что-то будет, вы заранее будете знать. То есть, каждый из нас проводит через неделю по отношению, да? И для вас это будет, для тех, кто активно, ну, желает участвовать в этом процессе, для вас будет каждую неделю один вебинар от нас на двоих, как бы, ну, по двум разным темам или направлениям. Причем, я вас уверяю, что вебинары, мне просто сейчас некогда сосредоточиться на подготовке вебинаров, все больше и больше будет уклон в адресные проекты, потому что там дальше есть вопрос, что как готовить адресные проекты. Мы сейчас готовим обучение, и поэтому это тоже, что это же никто нигде ничего этого не сделает, самим надо все делать, вот, как бы, вне основной работы, как говорили раньше. Вот, и сейчас очень много поездок, дорогие друзья. Я вам вот озвучил, что, значит, в этом месяце придется снова съездить, я не говорю уже о том, где я был в этом месяце, в этом месяце придется съездить во Вьетнам, в ноябре месяце придется съездить в Нигерию и, значит, еще в другую там, африканскую страну, но туда поеду не я, в одну мы едем с Франтишиком, в другую едут Франтишик с Алексеем Суходоем, а дальше мы опять едем во Вьетнам и так далее, и так далее. То есть поездок много, я уже не говорю о поездках по Европе, и по всей вероятности придется съездить еще и в Бразилию, извиняюсь, в Аргентину до конца года, сейчас согласовывается срок, и не исключено, что в Китае, для информации, и готовится поездка в Индонезию, но уже совершенно по другой логике подготовки адресных проектов. Вот, осветите вопросы на следование, как это сделано, ну, я не знаю, я не знаю, как там Гафияк делал в СВИГе, нам скорее его рекомендации подходят. Какие его рекомендации, дорогие друзья? Значит, наследование абсолютно работающая вещь, причем наследование, я не знаю, о чем там Гафияк говорил, мы, Кэпитал, значит, осуществляют все необходимое для того, чтобы, ну, почивших, наследники почивших людей, после их вступления в конкретное наследование, нотариальное получение документов переоформляется и владение, значит, залоговых акций, и владение кабинета оформляется на наследника, и он уже потом делает с ними там, что положено, и что он хочет. Поэтому для вас единственная информация, что Skyway Capital в соответствии с действующими законами, значит, обеспечивает выполнение всех процедур, которые необходимы для переоформления в рамках наследования, оформленного нотариусом по наследственному свидетельству. И все это наследуется, когда придет время получать дивиденды, и мы будем платить налоги, хотелось бы, да, хорошее, вот мне нравится этот настрой, оно придет, хотелось бы узнать, поможет ли компания или фонд посодействовать месту, вот там вопрос, и как я, я живу в Италии, здесь очень большие налоги, может, надо открыть счет, или что-то подскажете. Вы знаете, вот это теперь, значит, Маслов открывает, то есть я шучу, что Маслов или там Иванов, или Петров, или там еще кто-то открывает в интернете консультационную кампанию, как страну, президентом которой я нахожусь, ее налоговую, значит, службу, об Егоре. Я о разных вещах говорил в свое время, какие есть возможности. Но давайте, как говорила бабушка Сибирякова и моя бабушка тоже, кстати, давайте доживем до этих времен, когда разберемся, не волнуйтесь. И вы же понимаете, я рекомендую в этих вопросах подходить со следующей логики или, скажем, понимания дела. Значит, сегодня, Иванов, ты сидишь, и у тебя есть только 100 долларов. Завтра ты получаешь наследство или получаешь дивиденды. Вот. И тебе надо, значит, скажем так, заплатить налог. Ты получаешь миллион. С миллиона тебе надо заплатить 20 или там 15 или там 12 процентов, да? Так заплати их, но ты все равно 800-то тысяч получишь. Понимаете? Да, хотелось бы 900 получить, но хотелось бы. Есть варианты. Заплатив за услуги, ты получишь эти, значит, консультации. Вот и все. А сейчас здесь размывать и говорить, и потом превращать наше, значит, здесь общение в какие-то такие туманные советы. Ну, зачем это делать? Когда планируют закрытие 12-тапа, я уже говорил, когда появится перечень вопросов, решение которых необходимо для подписания договора на проектирование и строительство адресного проекта. Вы знаете, это все не так просто. Я уже говорил, что на подписание договора сначала надо подготовить проект. Сначала надо писать проект, подготовить. И я об этом уже говорил. Значит, для широкой общественности, заинтересованных, я еще могу где-то там выставить этот перечень, но больше мы, ну, скажем, неквалифицированной аудитории этого делать не будем. Чтобы не мало ли. Что значит, как Юницкий говорит, и он правильно говорит. Что это значит, что какой-то там Пупкин, извините, да, какой-то Пупкин где-то придет и начнет от нашего имени какие-то предварительные соглашения с кем-то подписывать? Нонсенс. Понятно, да? То есть в первую очередь надо обращаться в центр адресных проектов к нам и говорить, есть такая-то идея. Вот под это вы получите вопросы, когда вы зададите или проинвестируете, что вот мы желаем это сделать. А не так, что получил базовую информацию и сижу, ковыряюсь в носу и думаю, что я теперь с ней буду делать. Вы не представляете, сколько сейчас в России готовится предварительной информации по очень интересным вопросам. И в Москве, и в Ленинградской области, и еще где-то. Вот такие проекты. Работать нужно, и получите все, и будет вам дано по делам вашим. Много вопросов по организации центра адресных проектов. Да, есть такой центр, значит, по нему вопросы есть и у нас, у самих, потому что мы организуем ее работу. Он пока только номинальный. Есть компания Skyway Capital, вот в ней пока это как отдел или группа просто. Я уже сегодня обмолвился коротко, что это люди, которых аутсорсингово мы со стороны привлекаем. И пока из тех, кто в Skyway вот у нас, это, значит, я занимаюсь, Франтишек Солар, Суходуев Алексей, Владислав Волков. Вот, и практически вот из нас все, скажем так, на подрядных отношениях у нас где-то человек, наверное, 10 есть, которые помогают нам. И плюс еще, значит, мы, извиняюсь, готовы привлекать людей и готовить начнем тоже. Это будет, но это будет уже после прохождения базового обучения по базовому модулю, который октябрь еще не закончился, мы его, он подготовлен, но не согласованно пока у нас в правлении. Правление хочет разобраться, все члены хотят понять, что же мы там все-таки делаем. Так, дорогие друзья, значит, так, еще раз посмотрю, что тут у вас есть, последний вопрос. Можно ли будет перепродавать друг другу? Нет, об этом забудьте, никаких друг другу не будет и никогда этого не будет. Понимаете, потому что это незаконно будет какая-то вообще каша тогда. Этого нельзя делать. Не по каким правилам почитайте внимательно документы GTI и ERSS Holding. Прямо перечень вопросов в Центре адресных проектов. Так, ну вот и все, дорогие друзья, мы с вами прошли все вопросы, которые были заданы и почти уложились в норму. Я полагаю, что для вас это был полезный вебинар. Я благодарю всех за вопросы, которые вы представили. Вот, желаю всем мудрости, себе желаю мудрости. Выбирать, значит, святого от праведного, отделять и так далее. Знаете, есть там целый ряд поговорок. Вот, желаю всем доброго здравия. Продолжение вам, вашим близким, процветание, благополучие. И вперед, строй сковей, спасай планету. Очень много дел впереди. И это интересно. Проект идет, развивается. Мы начали практически с нуля. И это здорово. До скорых встреч. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. 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 Продолжение следует...